Итак, если мы хотим испытывать Бога, мы должны следовать за Ним. И то, чему я пытаюсь научить вас, это путь жизни, это способ жизни. И мы должны знать, что мы можем доверять Господу. Иначе же мы будем полагаться на себя. И тогда я должен буду планировать, организовывать свою жизнь с помощью своих логических рассуждений. Или же я скажу, что я ограничен способности организовывать и планировать свою жизнь. Поскольку все еще я планирую, все еще я организовываю. Например, Бог не всегда мне говорит, куда мне ехать и учить. И, честно говоря, очень много приглашений у меня есть в различные места. И я не такой духовный, не настолько духовный, чтобы знать, куда мне идти, туда или сюда. Иногда я знаю. Когда я не знаю, я просто планирую. И я молюсь. И затем Господь формирует обстоятельства. И Он дает свидетельство, когда мы продолжаем идти. И это история об Амстердаме. Все, что я знал, я просто должен идти в Амстердам. Это вся информация, которая у меня была от Бога. Если вы собираетесь следовать за Иешуа, Он не всегда будет давать вам всю информацию. Он скажет вам сделать что-то. Вы будете просто думать, ну, у меня есть такой вопрос, такой вопрос, и такой вопрос еще. И очень часто Господь не ответит на ваши вопросы. Будешь ли ты доверять Мне? Или же ты мне будешь доверять только тогда, когда ты все понимаешь? Я говорю о той жизни, жизни за пределами ваших ограничений, того, что вы можете сделать. И я все еще путешествую по всему миру, учу, и это стоит много денег. И мне не нужно просить денег у людей. Я никогда не просил денег у людей. Никогда я не просил у людей денег. Один раз, когда я должен был принять участие в каком-то служении, они мне сказали, ты должен подтвердить, что у тебя будет постоянное обеспечение денег. Сколько денег будут тебе давать, и какие люди, сколько человек будут тебе давать деньги. Поэтому я пошел, спросил людей, и они дали обещания. Я принес этот список. Но те люди, которые говорили, что будут давать деньги, они не давали. И Бог давал деньги от других людей, из других мест. Вот так 30 лет это для меня работает. И я был там, в Казахстане, и церковь, которая вещает, транслирует по всему миру. И они получают все деньги от людей в Казахстане. И большинство денег. Вот таким образом началось служение. И пастор сказал, ну, вначале я искал американцев, я искал на Западе, чтобы мне помогли в этом. Но никто не помогал мне. Поэтому он доверился Богу. И Бог работал через людей в Казахстане. И у нас может быть такой образ мышления. Я смогу сделать что-то, если только тот, у кого есть деньги, мне помогут. Вы можете сделать все, к чему вас призывает Бог. Хотите ли вы следовать за Иешуа? И у тебя будет интересная жизнь. И даже если ты работаешь на обычной работе, получаешь зарплату. И Бог не ограничен зарплатой. Если только ты не делаешь это ограничение. Доверяй Богу. Все, к чему Он призывает себя, Он обеспечит. И иногда у нас бывают свои сны и видения. И для пастора это особенно представляет угрозу. Я хочу сделать это, я хочу сделать это. Я хочу сделать это, я хочу сделать это. У меня такой план, этот план. И возможно, это не план Бога. То, что планируешь ты, ты должен будешь позаботиться об этом. Обеспечить все это. Все, что ты делаешь, ты должен организовать. Ты должен будешь это поддерживать, должен обеспечивать. Но то, что делает Господь, вся ответственность ложится на Бога, чтобы позаботиться обо всем. Вы находитесь здесь, в библейской школе. Поэтому в какой-то степени вы чувствуете, что с вашей жизнью вы должны сделать что-то больше. И не обязательно вам быть пастором, чтобы следовать призванию Бога. Все сферы влияния в мире являются служением. Некоторые из нас призваны быть миссионерами в правительстве. Как Даниил, Иосиф. Некоторые призваны в сфере образования. Некоторые в искусстве. Некоторые именно в церкви. Это различные сферы, также медиа. И когда учился, один студент сказал, я буду производить фильмы в Голливуде. Ему было 18 лет. Как и другой любой студент. Теперь ему 30 лет, и он производит фильмы в Голливуде. И он использует медиа, он использует медиа-средства, он использует фильмы для свидетельства. Кто такой миссионер? Миссионер – это тот, который послан. Куда ты должен идти? Ты миссионер. Не обязательно тебе ехать в Турцию, чтобы быть миссионером. Возможно, тебе надо будет пойти в школы. Или же работать на фабрике, на заводе, где никто не знает Бога. И мы должны научить людей найти свое призвание. Потому что, если вы ведете церковь, у каждого в церкви есть призвание. Господь всех их посылает в определенное место, к определенным людям. И они должны начать молиться и слышать голос Бога. И поскольку, если они пойдут туда, куда посылает их Бог, Бог будет заботиться о них. Может быть, на их собственной работе. И куда вас посылает Бог, об этом Бог начинает заботиться. Он начинает обеспечивать. И, допустим, Бог говорит мне начать церковь в Стамбуле. И это означает, что в Стамбуле есть люди, которые готовы принять спасение. И с которыми Бог меня сведет. Иначе же, зачем туда ехать вообще? Если Бог посылает вас куда-то, это означает, что там есть люди, которые примут вас. Может быть, это начнется с малого, но это начнется. Поэтому быть учеником – это быть последователем Иешуа. И вот какое приходит испытание, когда мы следуем за Ним. Возможно, Бог сделает что-то, чтобы обидеть себя. Неужели Бог способен на такое, обидеть меня? Может быть. Обижал ли людей Иисус когда-то? Да. О, да. Много раз. Один раз Он учил. И к этому времени ученики следовали за Иешуа уже некоторое время. И я уверен, что они, как только они начали, они не очень хорошо себя чувствовали, приходит Петр домой, говорит своей жене, я свою работу оставил, бросил свою работу. Ты что себе думаешь, у нас дети, ты что, снова к этому Иешуа ходил? О, Боже мой, этот сумасшедший учитель. Поэтому в один день заболевает мама с женой Петра. А, наверное, они разговаривали об Иешуа. Он разрушает мою жизнь. И поэтому Иешуа приходит и исцеляет жену его, мать его жены. И, может быть, после этого ее образ мышления изменился. Я не знаю, так ли это было. Но что-то произошло. У них были настоящие жизни. Когда читаете вашу Библию, используйте воображение. Потому что подумайте о том, что могло произойти, что могло случиться. Это большая история. У них были обычные жизни, как у вас и у меня. Вы не можете сказать мне, что каждый один из этих мужчин quit their jobs to follow Иешуа, и все их wives были счастливы. Я не верю. Что-то, как и у меня есть. Стои. Душа. Это, как говорится. Реопеят. Продолжение. Он не говорит мне, что делать. Реопеят. Стои. Ну скажите мне, были ли все жены учеников счастливы, когда они все побросали свои работы? Я не верю в это. Вы верите в это? Я, нет, не думаю. И они следовали за Ишуа. И все как бы работало, все получалось. Все еще была еда. И у их детей была одежда. Но проходит пару лет. А теперь Ишуа стал очень популярным. Большие толпы людей, все отовсюду приходили, чтобы увидеть Его. А теперь Петр стал очень важным. А ну, отойдите. Ишуа пришел. А ну, ототолкните людей. Они теперь стали важными персонами. И мы даже знаем, они настолько стали важными, что даже мать Ишуа пришла посетить Его. В любой момент Его могут забрать и посадить, сделать Его царем в Иерусалиме на троне Давида. А теща Петра говорит, ну, знаете, мой зять, он работает в Ишуа. Но мама Якова и Анна, ну, знаете, еврейские мамы очень умные. Она не хочет, чтобы мама, чтобы теща Петра больше, чтобы она хвасталась. Поэтому она идет к Ишуа и говорит, когда ты станешь царем в Иерусалиме. Мои сыновья, Яков и Анна, сядут с правой и с левой стороны трона твоего. Это они, вот во что они верили. В тот момент, в тот момент, вот во что они верили. Они верили, что это произойдет. Поэтому Петр и Яков и Анна были очень важными, очень гордыми. И Ишуа учит народ. И все люди наблюдают. Они удивлены просто. О, это замечательно. Он должен быть царем. И вот Мессия пришел. И люди ожидали, когда Ишуа скажет следующее слово. И он говорит, если вы не будете кушать Моего тела, пить Моей крови, то вы не можете быть Моими последователями. Мы немножко тебя недопоняли. Что он сказал? Если вы будете кушать Моё плоть и пить Мою кровь, теперь люди начинают злиться. Они обиделись. Ой, какой гордец. Мы думали, что, может быть, он царем станет. А ты сумасшедший просто. На следующей неделе в Иерусалимской газете. Ишуа – каннибал. И поэтому каждый уходит. Если бы это была моя церковь, если бы я сказал что-то, и все бы ушли, я бы сказала, ой, вы меня неправильно поняли. Ой, ну я же говорю притчами. Ну я просто прямее привожу. Ну, люди, ну что такое? Ну, возвратитесь обратно, куда вышли? Ну, не обижайтесь так, извините, пожалуйста. Знаешь, не хочу, что вы мой палец ели, он не такой вкусный. Вот я был в миссионерской поездке в Амазонке, потерялся там. Я был с одним братом. Я очень проголодался. Да, вот его кость висит. Это по-сумасшедшему немного выглядит, не так ли? И люди думали, что Ишуа такой сумасшедший. Также люди реагировали, говорят, что? Они обижались. Другие ушли, оставили. Если бы я впервые только вас учил, приехал сюда, учил вас и упомянул историю, что я проголодался и брата съел, то вы бы занервничали, наверное. Вы бы искали окна сразу, двери. И поэтому они все обиделись, соблазнились. Они оставили Ишуа. И вот в чем суть. Он даже не пытался им донести смысл весь. Он даже не переживал о том, как они запутаются, будут не понимать его. И ему было все равно, идут ли они. Он обидел их. Тем, что сказал, такие слова, которых они понять не могли. Иногда Бог будет говорить вам что-то, что вы не поймете. Иногда что-то происходило будет с вами, чего вы не понимаете. Иногда будут происходить плохие вещи. И будете говорить, где Бог, куда Он подевался. Вот испытание. Будешь ли ты доверять Богу, когда ты не понимаешь? Потому что не всегда Он будет вам все объяснять. Это то, с чем теперь столкнулись ученики. И Ишуа смотрит на них и говорит. Ну что, вы тоже собираетесь уходить? Я не думаю, что это был риторический вопрос. Потому что, в тот момент, я думаю, что некоторые из них начали... Томас, по-своему, говорил, «Да, ну, я боялся, что это может случиться». Да, ну, я думаю, наверное, Фома начал уже переживать. Да, я думал, что такое может случиться. Может быть, Матфея в это время думает, что я могу всегда возвращаться к моей работе, ну, всегда можно возвращаться к моей работе, там, буду собирать опять налоги. И Петр отвечает, «Ну, куда же нам идти?» Вот ваша проблема. Теперь вы уже достаточно узнали Бога. Когда Он делает то, чего вы не понимаете, вы не можете возвратиться обратно. Потому что вы знаете, что это реально. И трудно идти вперед, потому что вы не понимаете. Вы просто застряли в этом таком трудном месте. Единственный способ продвинуться вперед – это доверить Богу. Доверяться Богу, когда вы не понимаете Его дело, что Он делает. Посмотрите на Элисея. Илью, у него был ученик Елисей. И он его готовил для следующей работы. И в то же время были другие пророки, которые были в том месте. И все пророки в то время слышали, что Илья пойдет на небо. И когда вы будете читать ту историю, вы поймете, они знали, что Он пойдет на небо. И поэтому Он совершит это долгое путешествие по стране. И, возможно, больше, чем один день, потому что очень долго идти надо было. Но Он идет в три города. Гилгал, Бетхол, и, наконец, Джерико. Гилгал, Галгал, Бетхол, Вифиль, и Иерихон. Посмотрите это в царств. И каждый раз, когда Он приходит в город, Илья говорит Елисей, оставайся здесь. Если бы Он был хорошим учеником, то Он бы сказал, ну, хорошо, сколько мне здесь подождать? Но Елисей Он говорит, нет, нет, я буду идти за тобой. Я не буду спускать с тебя глаз. Я буду идти за тобой. Три раза Илья говорил Елисею, оставайся здесь. Это еще одно испытание в следовании за Богом. Иногда Господь скажет, ну, вот ты дошел до этого момента, посмотри на все то хорошее, что я сделал в твоей жизни. Ты счастлив? Можешь оставаться здесь. И Бог благословит нас, все в порядке. А мы говорим, нет, недостаточно мне. Я все еще хочу следовать за тобой. Я хочу последовать в будущее, увидеть, что еще ты сделаешь. У Бога есть, у каждого из вас есть будущее, которое вы еще не прошли, не испытали. Вы можете удовлетвориться тем, что есть уже, остаться где вы уже есть. Или же иметь веру, пройти тест и дойти до этого неизвестного будущего. И наконец Елисей получает благословение, получает мантию. Иаков боролся с Богом. Он боролся с Ним целую ночь, говорит, ты должен благословить Меня, я тебя не отпущу. Иешуа говорит ученикам, ну что, оставайтесь здесь. Или вы хотите возвратиться. А Петр говорит, ну куда нам идти? У Ева тоже был такой же опыт. Все возможное произошло в его жизни. Он даже не понимал, почему это было с Ним. И все думали, может быть, он что-то не так сделал. Иногда происходит плохое в вашей жизни, и вы ничего плохого не сделали. Будете ли вы доверять Богу? Я могу вам рассказать о плохих вещах, которые у меня произошли. Я могу вам рассказать истории о том плохом, что произошло со мной. Уже 30 лет я нахожусь в служении. И каждый год происходит что-то плохое. Каждый год люди относятся ко мне плохо. Люди разочаровывали меня, не делали то, что я говорил. или же люди, которые помещали, ставили мою семью в плохое положение. Это часть жизни. Принимайте это. Так будет. Доверьтесь Богу. Римлянам 8, 28. Все содействует ко благу тем, кто любит Бога. И кто призваны в соответствии с Его целью. И когда вы следуете за Ишуа, это является вашей целью. то Бог будет все устраивать ко благу вашей жизни. И даже то, все, что сделает вам дьявол. Даже плохое. Все равно. Все равно никакой разницы нет. Бог вдыхает энергию и содействует всему. И все действует ко благу тем, кто любит Его. Поэтому дайте немного времени Богу, и Он все сделает так, чтобы все было ко благу. Но для одной вещи нужно 10 лет, для другого нужно 5 лет. Принимайте это. Будьте в мире. И наша проблема состоит в следующем. Мы хотим контролировать жизнь. Я думаю, вот почему люди хотят разбогатеть. Потому что они верят лжи. Если у меня будет больше денег, я смогу контролировать жизнь. Татьяна рассказывала вчера о 6-й сын утонул. Вчера мне рассказала Татьяна историю об одном богатом человеке, чей 6-летний сын утонул. Это ужасно. Как родитель себя может чувствовать? И все деньги, которые у них были, все добро, которое у них было, все равно они не смогли проконтролировать жизнь. Люди хотят безопасности. в этой жизни нет безопасности. Шторм налетит, землетрясение будет, пожар, и все, все уйдет. Воры украдут у вас. Вы не можете контролировать жизнь. Вы можете ходить с Богом и иметь этот покров. поэтому дьявол не будет делать все, что только ему захочется. И дьяволу нужно было получить разрешение, чтобы атаковать Иова. И поэтому Бог наблюдает за нами. И мы не знаем, что будет завтра. И когда вы делаете добро, и вы следуете за Ишуа, когда происходят плохие вещи или то, что вы не понимаете, не разочаровывайтесь. Я еще добавлю одно, не переставайте, не останавливайтесь. Я не был успешным в течение этих 30 лет. Просто я не переставал. понятна. У меня не было все абсолютно верно. Правильно. Или же я скажу, вот, 30 лет я жил совершенно идеальной жизнью. Подражайте мне. Нет, не было. Хотелось бы мне так сказать, но я не останавливался. Притча сказана, что праведник упадет много раз и встанет. А нечестивый падает и никогда не поднимается. Вот разница между мной и между нечестивцем. Я падаю и Господь поднимает меня. если только мы не остановимся. Я видел это на протяжении этих лет. Я наблюдал за людьми в церкви, за людьми в служении, что большинство людей через 10-20 лет останавливаются. Только понаблюдайте. понаблюдайте за теми людьми, которые идут рядом с вами и вы увидите сколько из них остановится. Они отдают свое наследство и просто живут до конца своей жизни. мы остановимся, если мы не принимаем то, что Бог будет делать некоторые вещи, чего мы не понимаем. вы будете чувствовать себя как Иов. И вы скажете, все эти плохие вещи происходят в моей жизни. Но затем вы скажете, я верю, что Бог благ. Это было испытание Эва. Что ты скажешь о Боге, когда произойдет что-то плохое? Будешь ли ты слушать дьявола и обвинять Бога? Я уверена, это делает дьявол на небесах. Он был в совершенном мире. Он говорит, Бог, мне не нравится, как ты делаешь все. Вот меня нужно больше превозносить. Посмотри, какой я удивительный. Бог создал его как удивительного ангела, красивого очень и с великой силой. И как в описании сказано, что внутри него была встроена музыка, инструменты музыкальные. И это неудительно, у нас также есть способность петь. И его творческая способность создавать музыку также. Также не удивляйтесь, что дьявол также использует музыку. только посмотрите на то, что могут люди делать под влиянием музыки. То же самое и в поклонении. Музыка неплохая, но то, какой дух управляет этой музыкой. Это неплохой звук или хороший звук, но дух, который заложен в этой музыке. Поэтому дьявол обвинял Бога. И он говорил с другими ангелами. Я не думаю, что у нас справедливая сделка с Богом. Я думаю, что нам бы следовало, мы можем Бога победить. И этот трон, на котором он сидит. Вот если бы я сидел на этом троне, у меня была бы вся сила. Просто он раньше туда добрался. Ну, о чем же он думал? Он же думал о чем-то тогда. И такое испытание вы также пройдете. Когда все будет плохо происходить, будете ли вы обвинять Бога? Бог благ ко мне. И знаете, как это может выявиться? Когда вы смотрите на благословение в чужой жизни, в жизни другого, и вы смотрите, что у кого-то дела идут очень хорошо. И вы смотрите, что кто-то имеет то, чего нет у вас. И вы спрашиваете, почему у этого человека есть это, а у меня нету? Это кому-то о чем-то говорит? Вот что происходит. И с каждым из нас. Когда Господь решил, что благословит меня финансово, то Бог собирался дать мне много денег несколько лет назад, много лет назад, много денег, для того, чтобы я делать, что я должен делать. И в моем сердце я находился в таком состоянии. Я работал в то время, служил нищим, бедным. я был бедным американцем, не богатым. В Америке очень много бедных людей, не каждый богатый. И большинство людей имеют просто достаточно, достаточно, но немного. много. И я пришел к такому моменту в своем сердце, что я наблюдаю за людьми, которые находятся в служении. У них очень хороший дом, хорошая машина. Также у них остаются деньги на другие развлечения. И у меня не было денег для того, чтобы своих детей брать куда-то и хорошо проводить время, как у других. И моя машина не была такая очень хорошая. И моя одежда не была такая очень хорошая. И моя жизнь не такая хорошая уже была. Постоянно мне надо было сталкиваться с такими трудными ситуациями, которых не было у тех других служителей. Но и в моем сердце я пришел к такому моменту, я смотрел на все хорошее, что есть у других. я был просто счастлив тем, что они благословлены. И это я мог сказать перед Богом, что я не завидовал. И я не говорил, почему у меня этого нету. Просто замечательно, что у них это есть, и они могут этим пользоваться. И после того, как я пришел к этому моменту, Бог благословил меня очень сильно. Это то, как действует Бог. Бог больше всего заботит наше сердце. Жизнь несправедлива. И И И Шоа не учил относиться к каждому одинаково. Бог любит каждого. Но если ваша жизнь более трудная, более тяжелая, чем жизнь другого человека, неужели вы хуже человек из-за этого? У Бога есть план для вашей жизни. И вы должны следовать этому плану, который есть у него для вас. Жизнь это не просто автомобили, одежда и все то, чего люди ищут. И по большей мере это все в основном статус, положение. Но жизнь это все то, что связано с Царством Божьим, все то, что вечно. Но если наше сердце также в правильном положении, то Господь благословит вас тем, чего вы даже не ожидали раньше. Неужели Бог обеднеет от того, что Он вам что-то даст? не, Он все это создал. Понимаете, что я хочу вам сказать? Поэтому если Бог благословляет кого-то у него и что-то хорошее есть, будьте счастливы. Если у вас есть только хлеб, что вы можете есть, тоже будьте счастливы. апостол Павел говорит, в любой ситуации я научился быть довольным. И он говорит, что богобоязненность и довольство это большое приобретение. И если мы собираемся следовать за Ишуа и быть Его учеником, то мы должны следовать за Ним независимо того, что нам приготовит жизнь. Второй пункт. Это был только первый, сейчас второй. Вчера было введение у нас, вот эта страничка. Сегодня я вам дала это. Что это говорит о коммуникации и обучении? Что вам это может сказать о коммуникации и обучении? Сегодня я буду проповедовать. Состояние овец, которые беспомощны, но не дружественны. о, нет, это не то, извините. Ученик это то слово, которое теряло свое значение для большинства людей. Я хочу объяснить вам концепцию слова ученичества. ученик приносит много плода. Вы не так учите. Большинство из нас учат на основании тех примеров, что мы видели. вот почему я вам рассказываю всего такого много такого сумасшедшего. Я хочу что-то вам передать. Вы не обязаны делать все так, как делают остальные. Делайте так, как вы это хотите. Будьте сами собой. Одевайтесь так, вы хотите одеваться. Если хотите повесить косточку своего друга, то носите косточку своего друга. Проблема состоит в том, что люди приходят в церковь и они выглядят одинаково, говорят одинаково. часто происходит такое. свою собственную культуру развиваем. И на самом деле это становится очень скучно. Люди смотрят на нас и говорят о нет, не хочу извинить. у нас мы хорошо проводим время. Зачем нам становиться такие, как вы? Потому что ты пойдешь в ад, если ты не станешь таким, как я. Вот именно. ну конечно Бог создал этот изумительный мир. Как я рассказывал, что последний месяц мы жили на Гавайи, на замечательном острове в Тихом океане. И из моего дома я могу видеть океан. И в зимнее время я могу видеть также китов, которые там плавают. Они с Гавайи приплывают туда, с Аляски приплывают к Гавайи. И это там, где они размножаются. И киты очень счастливы. И они плавают вокруг этих островов. Они размножаются. Они счастливы. из моего окна, из моего дома я могу видеть, как они воду выпускают. И они поют. Знаете вы это? Они поют. Вы можете нырнуть под воду и слышать этот звук. мне сказали, что в определенном слое что если один кит будет петь, то второй кит за сотни километров от него слышит и тоже начнет петь. один раз я был в Калифорнии на корабле и я смотрел на китов. Знаете, как они привлекают китов к кораблю? Они включают классическую музыку. Моцарта, Бетховена. И киты приплывают, им нравится такая музыка. И Бог создал этот замечательный мир, этот красочный мир, все такое разное. Тогда зачем же вы требуете от людей, чтобы они действовали и выглядели одинаково? Потому что мы смиренные. Господь такой удивительный, и Он такой есть на самом деле. Я прочитала это в газете, история о птице. И я никогда вас учу, я не учу вас просто от пункта первого по десятый. Иногда нужно так учить. И каждый по-разному учится. Но мой способ обучения более похож на круг. Вот истина. Простая истина, я ее один раз скажу. А теперь немножко походим вокруг этой истины, по кругу. Расскажем истории, посмотрим с разной точки зрения. и затем спустя некоторое время я уже вижу, что вы это в свой дух приобретаете. Мы не хотим просто информацию передать. Ваши мозги устанут, вы ничего не научитесь. Вы можете получить слишком много информации. хорошо получать информацию, которую вы сможете использовать в будущем, это важно. Но если вы будете учить людей, учите их по-простому. не попытайтесь учить их 20 пунктов за 30 минут. Позвольте мне рассказать все, что я знаю об этом предмете. О, нет, Господь, нет. И я также принимал участие в собраниях. Я уходил оттуда, потому что я не мог больше там сидеть, не выстоять, не высидеть. А вы в библейской школе, поэтому это немного другая ситуация. Ну, даже в библейской школе нужно пытаться делать немножко интереснее. Поэтому вы будете учить детей и сделать это интересно. Вы учите взрослых, сделать это интересно. Почему же рассказывать эту историю и еще скучно такое делать? ученик должен быть готов пройти испытание. Иисус сказал, если вы не будете пить Моей крови и кушать Моего тела, нету вам части лечить. Я не хочу, чтобы они страдали. страдали. Я не люблю, чтобы люди страдали. Если вы скучные, то они будут страдать неделя за неделей, за неделей, за неделей, за неделей. Я больше не могу этого терпеть. что мне надо в церковь идти? Что завтра шаббат? Бог скучает от вашего учения. Он даже вас не слушает. поскольку вы не позволяете ему говорить. Вы только говорите то, что думаете. Вы не полагаетесь на Духа Святого. И когда мы учим, простите, чтобы Дух Святой пришел. Сделайте план. Некоторые люди говорят, я следую за Духом Святым. У них нет никакого плана. И они идут, продолжают и туда, и сюда пошли. И после всего года, я не знаю, что он сказал, что он хотел сказать. Но они так сказать, следуют за Духом. Подождите. Я думал, что должны получать благословение из Слова Божьего. Только ты знаешь, о чем ты вообще говоришь. Какая польза овцам, а что они покушали? Что они одна из них не покушала травы? Все овцы просто вот так вот. Никто не кушает. Счастливые овцы не кушают. И вы можете наблюдать за овцами, целый день могут кушать, кушать. Хорошо, хорошо. Да, еще давай. я говорю с вами, которые будут смотреть видео. если только хотя бы один пастор заинтересуется после этого учения. Это меня обрадует, я приеду в вашу церковь. Но так много мест, куда я еду. Они говорят со стеной. Вы глянетесь назад, подумаете, а кто же там стоит? Они говорят со своей бумагой. История птицы. О, я забыл почти. Я уже прошел весь круг. Возвратился обратно. Не знаю, когда возвращусь обратно, рано или поздно приду обратно. Вот почему нам нужен план бумага. идете по кругу и делите, что Бог говорит. А затем вы останавливаетесь. О, да, дальше. Что дальше? Вы донесли то, что хотели сказать. И затем Дух Святой начинает снова говорить к вам. Понимаете, о чем я учу у вас. Я учу, что у вас должен быть план. Вы должны знать, куда вы идете. Но иногда Дух Святой будет вас в какую-то другую сторону уводить или же добавить что-то. Бог Он творческий Бог. Я учил этому очень очень много раз. Попросили, чтобы я приехал учил ученичество. Сколько можно? Я постоянно учу тему ученичества. У меня есть другое учение. Но им это нравится. И знаете, каждый раз, когда я учил, по-другому все получается. Я слушаю сам себя, и я сам себе так нравлюсь. Мне нравится то, что я делаю. возможно, не нравится, но я надеюсь, что вам нравится. Но все равно мне это нравится. Если вам не нравится учить, тогда зачем учить? Возможно, вам надо молиться. А может быть, ваше задание какое-то другое в церкви. Но если вы призваны учить, кормите овец, дайте им что-то покушать, завладите их вниманием, чтобы они могли это есть. Не давайте им еду, которую запасли на два года в один шаббат. Они обычные люди. Они не библейские, не студенты библейского колледжа. Они хотят услышать о реальной жизни. они могут только немножко кушать за один раз. И изучали, провели исследование этой птицы. И эти птицы, они перелетают с Аляски, на Гавайи. как киты, только им нужно лететь. птицей. провели исследование этих птиц. И поэтому что они делают? Они одевают кольцо каждой на лапки. Они знают, где они находятся. И они наблюдают за птицами, что они делают, где они находятся. Мама птица, папа птица прилетают на Гавайи с Аляски. Им нравится Гавайи. А что там вообще не нравится? Там все должно нравиться. И потом все птицы возвращаются на Аляску. Они говорят, зачем нам туда лететь? Давайте здесь останемся. и птицы там остаются. И у них рождаются птенцы. И ученые помечают, одевают кольцо на этому птенцу. И эта птица, как все маленькие птицы. И мама и папа не знают, что лучше будет. То есть мама и папа ничего не знают. хочу делать все то, что я хочу. Я полечу на Аляску. Они на Гавайи находятся. Говорят, зачем на Аляску лететь? Здесь классно, здесь красиво. Это далеко, тем более там холодно. Ну ладно, хочешь лететь на Аляску, иди летим себе на Аляску. и маленькая птица летит на Аляску. И когда птица долетает до Аляски, то она прилетает в ту же деревню, откуда родом папа и мама. И это только лишний раз доказывает, что мы все становимся как наши родители, хотим ли мы этого или нет. И прилетает она в эту деревню, и на то же дерево, и на то же гнездо. И никогда до этого раньше он не был. Только не рассказывайте мне, что Бога нет. Посмотрите на все то, что создал Бог. мы должны учиться от утворения о Боге. Если Бог создал все это такое красивым, тогда я верю, что план дьявола разрушить землю, загрязнить ее и разрушить людей. Сделать жизнь такой мерзкой. сделать жизнь темной. И то, что я заметил, когда я летел из Франкфурта, Вену и сюда. Что в Западной Европе все такое темное, это уже много лет. что люди не носят цветные вещи. Они не улыбаются. Все мрачное. Если вы носите цветную одежду и вы улыбаетесь, люди будут смотреть на вас с ненавистью, потому что там духовная темнота. им не нравится свет, им не нравятся цвета. На них повлияла тьма. И вы видите это в их одежде, в их внешнем виде. И то, что мне нравится в Одессе. приезжаю, здесь люди носят цветное, хорошо одеваются, улыбаются. не сравнивайте себя с Западом, вы не должны стать такие, как Запад. И очень много хорошего здесь у вас того, чего вы даже не осознаете. Много хорошего. Поэтому дьявол хочет все сделать темным. Он хочет загрязнить, разрушить, сделать все мерзким. и это появляется в фильмах, а потом в сердце. В том, как люди одеваются. И мы хотим повлиять на нашу культуру. И мы хотим быть светом для культуры. И мы не хотим отражать культуру. И у людей есть такой образ о церкви. это такое мрачное, скучное место, где люди думают, что они лучше, чем другие. И мы должны думать о том, что мы делаем. И преднамеренно, с целью планировать, делать планирование, чтобы это создавало хорошую атмосферу. Например, во многих церквях есть кафе в церкви. Поэтому, когда вы входите в церковь, это создает хорошую атмосферу. О, мне нравится кафе. Кто-то сидит там со своим лэптопом, пьет свой кофе. И там очень хорошо все, декорация красивая. И вы создаете эту атмосферу. Люди приходят из мира и они видят это. Никогда не недооценивайте силу искусства, силу цветов, силу того, когда вы создадите атмосферу. когда вы создаете правильную атмосферу, тогда люди приходят. Они чувствуют уютно себя. Юго, но годы я пастором церкви, когда я был пастором церкви, то у нас в церкви были ашеры, которые стояли у двери и приветствовали людей. я заметил, что они одевались по-другому, чем все остальные люди. Люди ходят по улице и все одеты одинаково. А ашеры выглядели как официанты в красивом ресторане. Белая рубашка, галстук. Вы проходите и думаете, ну, не думай, что я туда зайду. Из-за того, что люди видят. Мы должны думать о том, что мы делаем в служении. Мы создаем такую атмосферу, что заставит людей прийти. Вчера я был на молитвенном служении здесь. И было прославление. И дух музыки, дух поклонения был очень-очень хорошим. Была жизнь. Это было полезно. Это было хорошо. Если бы вы с этой же группой людей пошли в парк, забыли о мире, сели с гитарой, взяли с собой еды, фрисби взяли бы и начали бы поклоняться. Так же, как и здесь вчера, то мир придет и будет смотреть. и не надо начинать проповедовать «Слышь, ты покайся, а то сейчас пойдешь в ад». мы тебя обманули. Мы не счастливые хорошие люди. Мы просто хотели вы приехать и сказать, вы идете в Ты нужна Мессия. Мы не такие счастливые люди и радостные. Просто мы хотим, чтобы ты покаялся и чтобы ты не пошел в ад. Тебе нужен Мессия. И тогда ты не будешь нормальным человеком. Ты будешь такой, как я. поклоняйтесь Богу. И является присутствие Бога. И придет мир. И люди будут задавать вопрос, что это такое? Люди голодны. Но они не знают, что вы здесь. Они не идут в здание. Понимаете, о чем я говорю. И нет никакого повода, чтобы заходить в это здание. Мне не нравится идти туда, куда я не знаю, что я там получу вообще. И так большинство людей тоже. Если церковь только для церкви, то да, мы забываем, зачем мы там находимся. если вы будете делать то, что вы делали там, снаружи, то люди будут приходить. И затем несколько людей, которые снаружи находятся. Что ты думаешь об этом? А что это такое? Ну, я тебе расскажу. это легко, это просто. Люди придут, люди придут к Господу, это так просто. Но если вы будете идти и делать представление, да, я слышал и лучшую музыку раньше. Ну, не такая уж хорошая музыка. Мы думаем, что мы хороши. они слушали даже лучше. Они слушают аудио CD, они смотрят телевизор. Вы не так уж хорошо слушаете. Вы выглядите. Поэтому почему именно слушать вас? Может быть, вы даже хорошо поете. Знаете, как узнаете, хорошо вы выглядите, люди будут останавливаться и слушать? Когда наблюдали вы за музыкантами на улицах, люди просто проходят и не останавливаются. Но если вы приносите присутствие Господа, люди будут нюхать. Что это такое? О, я это слышал, унюхал. Мне это понравилось. А что это такое? Или же вы идете туда с религией. Люди будут ой. Ой, давай быстро пройдем мимо. Ой, это воняет. Нет. Так ли? Вы приносите присутствие Господа, то люди придут. То же самое и с церковной службой. Конечно, если можете их загнать в здание, это хорошо. Также вы должны объяснить им, что вы делаете. В какой-то момент вы должны им объяснить, что происходит. у меня замечательный опыт с Богом. Что он делает? А другой какой-то что-то на бурмадал в другом языке? Да. 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 Так же, как какие-то сумасшедшие люди на улице. Они нервничать начнут. Да. Поэтому объясните, что происходит. Они не знают. Если вы объясните, да-да-да, не да. Вы не сумасшедшие. Хорошо. Но все равно все это странно. Немножко интересно. Я думаю, что мы многих людей пугаем. Мы думаем, что мы такие замечательные свидетели Ишуа. А что происходит в их умах? Они пугаются нас. у них одна рука в кармане на их кошельке, а две ноги стоят за дверями. Какой-то культ, и вдруг их кости у кого-то на шее будут висеть потом. Поэтому второй пункт. Ученик принимает Слово Бога. Я сам себе нравлюсь. Я на 8.32. Второй признак качества ученика. Он принимает Слово Бога. Первый признак, первое качество ставить других позади, следовать за Ишуа. Помните, как ученик это тот определение, какое дал Ишуа ученику. Не тот, который занимает кресло, стул в церкви. Ишуа сказал, что мы будем благословлены, когда мы будем исполнять Слово, а не просто слушать. Иоанна 15, 7. «Если мое слово находится в вас, вы находитесь во мне, вы можете простить меня всем, чем угодно, и будет до нового». То же самое, что кушайте мою плоть, пейте мою кровь, а иначе вы не будете со мной. было бы это правда, интересно. Это правда. Если мы живем в Слове, Его Слово живет в нас, мы принимаем Его Слово, мы помолимся, то, что мы попросим, Господь сделает. И в другом месте Писания сказано даже больше того, о чем вы просите, помышляете. Это то, что сделает Господь. Настоящий ученик слышит Слово Бога, принимает в своем сердце и затем исполняет Слово. Вот разница. Вот тот, кто ученик. Люди, которые только ходят в церковь, чтобы услышать учение, понять информацию всю, сказать, ну, все, что это от меня надо. И когда такое происходит, то возникает проблема. вам нужно кого-то подкорректировать и сказать, нет, это не совсем верный образ мышления. Тебе нужно простить. Кого-то что-то беспокоит, ему что-то не нравится. и вы спросите, знаешь, что говорил, просишь прощения, я прощаю, тебе это нравится? Да, мне это нравится. Но также он еще что-то говорит. Ты также должен прощать других. Если Бог тебя простил настолько, то ты должен прощать других. почему мы должны прощать? Поскольку твое сердце будет счастливое. Твое сердце будет чистое. Ты будешь правильно смотреть на жизнь. Если ты будешь не прощать сердце, то твои глаза станут слепыми. Ты неправильно смотришь на жизнь и ты просто несчастный. И что говорит, что придут истязатели будут тебя мучить, и поэтому вы открываете дверь дьяволу. Кто из вас хотел бы, чтобы дьявол с вами постоянно жил? Не я. дьявол приходит украсть, убить, погубить. И шо говорит, будут придут истязатели, будут тебя мучить. Поэтому это хорошая причина, по которой нужно было бы простить. Не так ли? помните, вчера я говорил вам, что нужно говорить людям, что делать, но также как это делать. Я дал причины, перечислил, что вам нужно прощать. Но я мог сказать, почему нужно прощать. И происходит в ситуации, и они не хотят прощать, вы что происходит с людьми, когда им нужно простить, вы говорите, чтобы они простили, они не хотят прощать. Истинный ученик принимает слово Бога. Я этого не хочу, я бы этого не хотела делать, я так не думаю. Но если Бог это говорит, ладно, я сделаю. Вы с этим встречаетесь, у вас такая борьба происходит, другие тоже. мы ученики такой степени, насколько мы принимаем слово. Это не мой план, не то, как я думаю, вот мир должен быть таким. Но то, чему учит нас слово Бога. если мы хотим вести людей, то мы должны готовить учеников. Вы должны знать, где ученики находятся. А как же мне знать, где находятся ученики? Вы учите их тому, чему я вас учу. потом спрашиваю, кто из вас хочет быть учеником в классе? Затем некоторые говорят, хорошо, я понял, я это хочу делать, я это сделаю. Понимаете, да? И поэтому, если вы делаете что-то, что не полезно, как для вас, так и для других, поэтому я объясню вам, что же говорит слово Бога по этому поводу. Что? Ты будешь мне говорить, что мне делать? Да, я тебе расскажу, что тебе надо делать. Я не хочу, чтобы мне кто-то что-то говорил, что мне вообще делать. Просто учи меня. Это то, что хотят большинство людей. Они хотят, чтобы вы их учили, но они не хотят, чтобы вы говорили им, что они должны делать. Но они не ученики. И если вы хотите готовить учеников, кто такие ученики? И что знал своих учеников? Как же они знали? Даже было определенное число этих учеников. 12 апостолов, еще 70, которые были отосланы по двое в селение. и 120 собралось день Пятидесятницы вместе. Поэтому есть люди, которые приходят в церковь и есть ученики. И если вы собираетесь вести общину, то есть несколько видов, несколько типов людей, которые посещают ваше собрание. Самая большая группа толпа, как у Ишо. И возможно, если вот этой группе вы скажете пей кровь и кушай плоть, то они уйдут. Затем у вас есть ученики и неверующие. И поэтому, когда мы разговариваем с людьми, мы должны обратить внимание, кто находится в нашей аудитории, что это за люди. И поэтому вы хотите сказать что-то толпе, и вы хотите сказать что-то ученикам и также неверующим. Обратите внимание, кто рядом с вами. Многие люди говорят, ну, я сегодня ориентирован на учеников. тогда всем остальным скажем сказать домой и разойдутся. Поскольку у тебя ничего нет интересного, что может ты остальным сказать. Вот иногда церковь превращается в библейскую школу. Нужно стать студентом библейской школы, чтобы понять, о чем они вообще говорят. Обычный человек с улицы заходит и ничего не понимает. Эти люди бормочут, поют странные песни, а другой говорит, что-то речь толкает, чего я вообще не понимаю. А потом подходят ко мне и говорят, о, надеемся, что тебе понравилось, придешь снова. лучше на футбол пойду. И поэтому мы должны видеть, кто находится там, и обращаться к различным группам. Должно быть отведенное время только ученикам. Вы знаете их. Вы знаете, сколько их. говорите, слушайте ученики, завтра встречаемся в 6 часов утра на горе. У меня есть учение для вас, которое не поймет толпа. если вы пытаетесь сделать из обычного церковного собрания, церковной встречи, назначенную для учеников, вот что обычно происходит. И я раньше сделал такую ошибку. Через некоторое время там остаются только ученики. хотите достигать людей? Вы должны говорить с ними так, чтобы каждый понимал. И знаете, что они скажут? Они расскажут своим друзьям. Ой, знаешь, я был в этой церкви, было так нормально, в принципе. И знаешь, там что такое для себя взял, оно мне помогло в отношениях с женой. Да, на самом деле. А где эта церковь находится? И люди должны слышать то, что поможет им именно сейчас, в данный момент, в настоящее время. ученики нуждаются в обучении. И должно быть специально отведенное время в общении для учеников. Учить их тому, что поможет им расти. учение дает информацию, а ученичество дает преобразование. Или же другими словами ученичество это не просто сказать, что ты должен делать, но показать, сказать, как же это сделать. Иначе же другими словами приходите в церковь, еще больше узнаете, что вам делать, а вы не знаете, как это сделать. Я должен быть святым человеком. Я должен молиться, как Иисус. У меня не должно быть никакого страха, как апостола Павла. Я должен ходить по воде, как Петр. Я должен исцелять людей. которые больные. Каждый раз я прихожу, узнаю, что я должен делать, но я не знаю, как это сделать. Я раньше этого никогда не делал. Это трудно. И ученичество это показывает людям, как же это сделать. пример приведу. Мне так нравится эта история много раз ее рассказывал. Этот парень, который был наркоманом, пришел с улицы к нам. в то время ему было 21 год или 22. Кевин звали. И я говорю, Кевин, я хочу тебя научить молиться. Мы встречались рано утром. Я говорю, Кевин, вот так ты молишься. Иоанна 15,7 говорится, мы пребываем в Слове, а Слово пребывает нас, и все, что мы не попросим, мы получим. Хорошо, пастор, очень хорошо звучит. Давай, сделаем это. И поэтому мы просили об определенных вещах. А как же мы можем узнать, что Бог ответит на молитву, на определенную молитву? Поэтому я сказал, Бог ответит на это, вот ты поймешь, что молитва работает. Мы помолились. Мы молились о бильярде. Мы хотели бильярд в церкви установить. Мы это для молодежи можем использовать. потом, когда мне уже надоедство в офисе находиться, я пробегу туда, поиграю там. У меня, конечно, нет денег, чтобы купить, но будет всегда там церковь находиться. кто-то вообще такое, чтобы молиться о бильярде. Ну, не знаю, в Писании прочитал, попросим, может быть, получим. но там есть эти умирающие с голода люди в Африке. Чего ты вообще молишься о бильярде? Потому что я думаю, что это духовный вопрос. Извини, я еще не достиг такого уровня. Ой, прости меня. поэтому мы молились о бильярде, но его не было. Мы продолжали молиться. Господь, мы хотим это. Два месяца спустя мне звонят. Кто звонит? Голос по телефону. Я никогда не был в твоей церкви. не знаю тебя, не знаешь меня. Возможно, это странно, что я звоню, но просто не могу выкинуть тебя из моей головы. Мне принадлежит бильярдный магазин. И я продаю бильярдные столы. У меня есть один, который только что подчинили. Он идеальный просто. тысячи долларов стоит он, но очень хороший. Он неверующий. Я просто не могу тебя из головы выкинуть. Тебе вообще бильярдный стол не нужен? Я говорю, да, мы твоего звонка ожидали уже. Почему ожидали? Потому что молились. О, теперь он себя хорошо чувствует. Бог использовал его и к нему тоже проговорил. поэтому мы перевезли это в церковь, установили его, уровень отрегулировали. Наш Бог маленький или большой? В соответствии с вашей верой будет вам. Ну, я очень смиренна, я могу молиться только о голодающих детях в Африке. Я думаю, что это важно. Более важно, чем бильярдный стол. Но возможно, Бог может сделать и то, другое. Большой Бог, маленький Бог. Ну, Бог обеспокоит только очень важные вещи. А кто знает? Бог отвечает на молитвы, если мы принимаем Слово. Ученик человек, который принимает Слово. И мой племянник приезжает ко мне, посещает меня. Он в то время еще служил в армии американской. Он приехал ко мне на автобусе, я говорю, ну, я тебя отвезу обратно машиной в твою часть. И это четыре с половиной часа езды на машине по пустыне. И в десять часов вечера мы уехали из дому, я его привез туда. И мы этот мой племянник сошел, получается, а со мной в машине еще был этот Кевин, мой ученик. И он говорит, ну, давай немножко как бы отдохнем, остановимся здесь с краю дороги, поспим немножко. Потому что ночью так прохладно в пустыне, можно спать. И как только поднимается солнце, сразу же становится жарко. Кевин, давай вставай, поехали. Садимся в машину, заводим машину, нажимаю по газу, по педали, а шины спустили. я не подумал об этом, я не подумал об этом, совсем забыл. Получается, мы потонули в песке, я думал, что там еще была твердая почва, но там песок, и машина завязла в песке. по природе, я не самый терпеливый человек, который есть. И я очень быстро раздражаюсь, я не был очень счастлив. Получается, нужно было идти и ловить машину, а я был, и этот Кевин, а Кевин, он чернокожий, никто бы не остановился, чтобы подобрать таких людей. Мы в ковбойской стране живем, нам не нравятся чернокожие. Ну, давай, копать, откапывать. И мы начинаем копать песок от Кевин говорит, пастор, не надо молиться? А потом, через некоторое время, Кевин говорит, пастор, может, мы помолимся? Кевин, копай, копай. И мы продолжаем откапывать. Я не молился. Ну, иногда нам нужно быть практическими и просто работать. И мы все очистили от этого песка. И снова я завожу машину, и ничего. Просто она так глубоко застряла в песке, насколько возможно. можно. И только подумайте, что происходит. Бог обращается ко мне. Что он говорит? Он говорит, а ну, все камни стащи, заполни багажник машины камнями. У меня нет способностей механика. Я не хочу понимать, как все вместе работает. Это мне вообще не интересно. Мне не нравится наука. Мне не нравится физика. Мне не нравится математика. нет интереса к этим предметам. Нет, спасибо. Все, что мне надо, это включить, повернуть выключатель, и чтобы свет включился. Все. Это то, как работает мой ум. Это то, что меня интересует или нет. Но я знаю, что Бог проговорил ко мне. И я говорю ему, давай накладывай камни в наш багажник. Мы наполнили багажник камнями. Я завел машину. И машина выехала прямо на дорогу. Кевин молился. Я учил его не то, что делать, а как делать. мой ученик научился большему, я. У него было больше веры, чем у меня. И это правда, что у меня самого не было веры. То есть у меня не было веры. Я помолюсь, Бог мне покажет, как достать эту машину с песка. я просто собирался сделаю все возможное с моей стороны, а потом уже буду ловить машину. сделаем небольшой перерыв. праздник.